И популяризация, и продвижение, как сейчас говорят, и расширение привлекательности этой темы на самый широкий круг людей. И все это было на конференции. Огромное спасибо организаторам за то, что эти события состоялись. А конференции предшествовало возложение венков к обелиску, памятному, очень давнему, старому, ценному, легендарному. И это было тоже очень приятно и важно. Пример такого чистого, беспримесного героизма, отчаянной храбрости. Ведь люди, вот этот отряд Красовского, он шел спасать монастырь. Шел, понимая прекрасно, что противостоит им огромная сила, в десять раз превосходящая. Они нас смерти шли. В плоскости российско-армянских отношений, которые изначально всегда означают братство и совпадение интересов, что очень важно. Может быть, чуть нейтрально я скажу. Братство и симпатия, безусловно, все это есть. Но очень важно показывать, что на протяжении столетий совпадают геополитические интересы. Двух культур, двух государственностей, так скажем. Если представление об объективной реальности, которая в прошлом существовала, исказили, и сами, может быть, даже в него поверили, то происходит то, что произошло, к сожалению, на Украине, когда руководители этого государства на протяжении 30 лет с большим или меньшим презрением к действительной своей истории ее искажали, сами в результате в это поверили. И стали принимать решения, основываясь на выдуманном опыте, на ненастоящей истории, а на лжеистории, на фейк. И довели свою страну до краха. Добрый день! В эфире Рявунг ТВ. Сегодня в Ереване состоялись мероприятия, посвященные 195-летию Ошаканской битвы. В рамках мероприятия прошла также конференция на тему «Ошаканская битва. Защита цивилизационных устоев восточного христианства в веках и сегодня». И сейчас у нас в студии гости, которые присутствовали также на нашей конференции. Это председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Ильич Могилевский. Добрый день! Здравствуйте! И член Совета Российского исторического общества, директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Петрович Бак. Добрый день! Здравствуйте! Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. И вот по итогам сегодняшней конференции интересно узнать ваши впечатления, результаты основные этой конференции и вот насколько значимо это событие для армян, для русских, что вы сегодня приехали в Армению, присутствовали и вот проводите с нами сегодня эту дату, празднуете. Ну, я начну. Я должен сказать, что приятно впечатлен тем, что я увидел и услышал, и организаторам конференции удалось собрать приличный состав, и мы увидели, что в Армении, Ереване есть историки, профессиональные люди, которые хорошо ориентируются в этом периоде, в этих сюжетах. И достаточно глубоко анализируют и причины, и ход этих событий. И это создает предпосылки для того, чтобы нам все-таки в 200-летию здесь добиться, ну, наверное, не очень корректно говорить о каком-то научном прорыве, но во всяком случае сделать следующий шаг в изучении истории и Ашаканской битвы, и всей вот этой второй русско-персидской войны. Потому что нам нужны, конечно, новые свежие публикации, причем не только на армянском, но и на русском, может быть, и на других языках. Нам очень бы не помешала документальная публикация, то есть издание документов по истории этих событий. И у нас из того, что издано, это только XIX век, только реляции, доклады о Москве, в Российском государственном военно-историческом архиве материалов достаточно разных. И сегодня профессор из Иривана говорил о том, профессор Тунян говорил, что и в Беларуси, в Гомельском архиве, фонда Паскевича и других военачальников. В общем, здесь есть чем заниматься историком. А для того, чтобы историки этим занялись, нужен такой, если хотите, общественный запрос. Вот я могу сказать, что сегодня этот общественный запрос был сформулирован. Мы увидели, что это интересно обществу, это важно для ученых, и у этой темы есть перспектива. Поэтому, вот, скажем так, оценка научной части составившегося мероприятия, она у меня очень такая позитивная и оптимистичная. Я присоединюсь к мнению Константина Ильича. Очень высокая оценка уровня конференции, очень высокий уровень компетенции. И, конечно, Константин Ильич прав, что здесь сходится и научный фокус, очень много всего предстоит развить, дополнить в плане научном. Но все-таки очень важно снова и снова возвращаться к тому, что это событие, Шаканская битва, показала, выявила, и до сих пор эффект его ощущается. Это вот такое вековое братство российского, русского народа и армянского. И это не только научная проблема, но проблема общественная, потому что присутствие российского государства, русской культуры на Кавказе, это, безусловно, консолидирующий фактор. И, переходя к современности, мы увидели, что действительно есть, несмотря на все современные сложности во всем мире, и на Кавказе, и в Европе, да везде практически, и в Азии, мы видим, что существует высокий уровень консолидации сил, потому что на конференции присутствовали представители разных политических направлений, взглядов, присутствовали представители многих университетов, наконец, церковь, даже две церкви, и армянская апостольская церковь, и русская православная были представлены. И вот этот уровень консолидации, конечно, очень велик. Это эти проблемы, которыми систематически занимается российское историческое общество, потому что не только наука, хотя на ее основе все строится, потому что без достоверного исторического знания невозможна популяризация, но и популяризация, и продвижение, как сейчас говорят, и расширение привлекательности этой темы на самый широкий круг людей. И все это было на конференции. Огромное спасибо организаторам за то, что эти события состоялись. А конференции предшествовало возложение венков к обелиску памятному, очень давнему, старому, ценному, легендарному. И это было тоже очень приятно и важно. Я бы добавил, раз Дмитрий Петрович затронул саму тему Ашаканской битвы и отношение к ней, и нельзя, наверное, нам не сформулировать несколько тезисов по этому поводу. Понимаете, нам много для чего нужно изучать историю, узнать историю. В том числе, конечно, это образцы, примеры поведения, на которых воспитываем своих детей, воспитываем новое поколение. И в этом смысле пример такого чистого, беспримесного героизма, отчаянной храбрости. Ведь люди, вот этот отряд Красовского, он шел спасать монастырь, шел, понимая прекрасно, что противостоит им огромная сила, в 10 раз превосходящая. Они на смерть шли. Это же совсем небольшой путь, который им нужно было пройти. Но это голгофа такая. И при этом они шли на смерть, но они шли не умирать. Они шли побеждать и спасать монастырь, спасать святыню и людей, которые там находятся. И в этом смысле осмысление этой истории, оно нам многое дает. Оно нас как-то должно лучше делать и чище. И поэтому здесь популяризация этой истории крайне важна. Нам и говорили сегодня, что нужно бы 200-летию памятник, может быть, поставить новый. Как раз вот в резолюции, которая была принята уже к концу мероприятия, тут есть как раз отсылки, что к 200-летию будут уже сделаны какие-то, уже ряд, план есть, что будет сделано. Да, хорошо, что конференция закончилась резолюцией, потому что это цепь таких шагов. И я предложил, кроме того, о чем я сказал, в документальных публикациях подумать над такой туристической упаковкой, если угодно, от этого места, этой истории, потому что вот эти события, драматические, они происходили на очень компактной территории, на самом деле. И эта территория, она устроена так, что на нее можно смотреть сверху. Ну, потому что и лагерь отряда Красовского находился сверху, и персы, где тоже атаковали, с вершин. И вот найти подходящее место, сделать там такую смотровую площадку, на которой бы были указатели с пояснениями, вот что где происходило, как шел отряд. Сейчас с помощью современных технологий это вообще можно очень интересно сделать, там заполнено реальностью. И вот мне кажется, что как раз пять лет это такой срок, за который то, что предусмотрено в резолюции, реально выполнить, если все вместе за это взяться. Да, вот вы хорошо сказали, что необходимо популяризировать эту тему, сделать ее более такой, чтобы чаще она звучала среди общества. И вот выдавали отсылки, и мы напомним нашим зрителям, что битва произошла во время русско-персидской войны в 1827 году. И что тогда русский отряд, который противостоял персам, а персов было, сегодня говорили, около 30 тысяч, вот смог отстоять Ачми Ацин, храм, святое место всех армян, и потом уже освободили крепость Еревана. И что это был переломный момент во время всей военной кампании, и больше всего потерь имели русские во время этой битвы, называли цифру 1131 человек, и вот сегодня мы чтим их память, вспоминаем их, и с благодарностью. Очень большое дело, спасибо вам еще раз, что приехали к нам сегодня. И вот опять же, обращаясь к резолюции, тут есть также несколько пунктов, связанные с фальсификацией истории, с недопущением фальсификации истории, и вообще защита традиционных наших восточно-христианских ценностей. Вот на ваш взгляд, насколько актуальна сегодня эта тема, допустим, в формате армяно-российских отношений? Я думаю, что Костойм Ильич будет первым. Хорошо. Эта тема бесконечно актуальна, потому что современный мир приблизился к тому состоянию, когда доказуема любая мысль. Да, казалось, что доказуема, да, вот вам доказательства, вот вам какие-то ролики, вот вам фиктивные факты. Очень привык человек современный к тому, что ничего достоверного не существует. Существуют только разные мнения, существует равенство точки зрения профессионала и человека, который впервые об этом рассуждает. Поэтому мы прекрасно понимаем, насколько сложная сейчас ситуация, насколько серьезным атакам подвергаются самые твердыни, аксиомы, на которых зиждется национальная идентичность. Конечно, для российско-армянских отношений это в высшей степени актуально. И, конечно же, вот в Ашаканской битве речь идет о спасении Ачмиадзина. И всем понятно, что такое Ачмиадзин или Матайна Даран, с другой стороны, для армянской культуры. В русской истории тоже, конечно, Куликовская битва, битва на Чудском озере, битва при Бородине, сражение за Москву. Это такие моменты исторические, на которых зиждется основа русской культуры. Без этих фактов, без правильных их интерпретаций ничего невозможно. Конечно же, все это целенаправленно подвергается размыванию, подвергается ложным интерпретациям, от которых один шаг до страшных последствий, которые могут быть, не дай бог, уничтожительными для культур. И, конечно же, противостояние фальсификации истории – это одна из главных современных задач. Потому что история – это не про прошлое. Мы об этом сегодня очень много говорили. История высвечивает прошлое, история строит настоящее, история приближает будущее. Стабильное, благополучное и так далее. Поэтому говорить об истории, достоверной истории, так важно. С этим связаны и образование, естественно, и издательская политика, и медийная политика. То есть практически вот эта проблема, которая изначально научная, это нельзя отрицать, имеет очень широкий спектр современных, как говорят, политики-юристы экспликаций. И политическая, и медийная, я не буду повторяться. Поэтому эта проблема стержневая и для вообще отношений на Кавказе, и, конечно же, в плоскости российско-армянских отношений, которые изначально всегда означают братство и совпадение интересов, что очень важно. Может быть, чуть нейтральнее скажу. Братство и симпатия, безусловно, все это есть. Но очень важно показывать, что на протяжении столетий совпадают геополитические интересы двух культур, двух государственностей, так скажем. Знаете, у этой проблемы есть два слоя. Вот вопрос фальсификации истории. Первый, мы все его уже видим, понимаем, чем руководствуются наши враги, предлагая искаженную версию истории. Ну, какие цели предследуют? Ну, понятно, какие. Чтобы люди потеряли уважение к собственной стороне, утратили бы чувство ответственности за нее, ответственности перед своими предками, перед будущим поколением. стали бы ощущать себя, ну, ущербными какими-то, что ли. Особенно по сравнению с другими народами, с другими странами, вот у которых история такая правильная, благородная. А если рассказывают, что у вас в истории одни там предатели, дураки и трусы, и еще убийцы и агрессоры, то вот это способ достичь цели напрямую, настолько вот задурив мозги людям. Поэтому этому, конечно, надо противостоять, противостоять историческим просвещениям, в первую очередь, рассказывая людям правду, правду об истории, обвлекая ее в понятные формы, привлекательные форматы. Это первый слой. Есть второй. Есть у вот этого процесса обратный эффект. Потому что, когда они начинают историю выдумывать, вот эта выдуманная история, она же не только в наш адрес направлена, они ее к своим гражданам тоже применяют. И получается то, что люди основываются в своей оценке ситуации не на реальном опыте, а на выдуманном. Вот история – это же опыт. Вот мы в своей частной жизни, взрослые люди, ну, как-то принимая это решение, руководствуемся опытом, своим жизненным опытом в том числе. И мы же, нам не приходит в голову принимать решение, основываясь на выдуманном опыте. Мы же хотим правильное решение принимать. И когда они настолько представление об объективной реальности, которая в прошлом существовала, исказили, и сами, может быть, даже в него поверили, то происходит то, что произошло, к сожалению, на Украине, когда то руководители этого государства на протяжении 30 лет с большим или меньшим презрением к действительной своей истории ее искажали, сами в результате в это поверили и стали принимать решение, основываясь на выдуманном опыте, на не настоящей истории, а на лже-истории, на фейковой, и довели свою страну до краха. Посмотрите дальше, посмотрите, что происходит на Западе и какие вот эти нынешние, как мы говорим, тоталитарно-либеральные режимы принимают решение, казалось бы, ну, очевидно, в ногу себе стреляют. Оттуда же все, от искаженного представления о прошлом, из-за попыток извлечь уроки не из настоящей истории, а из выдуманной. Посмотрите, какое поколение лидеров, конечно, из западных стран, это люди с плохим гуманитарным образованием, с плохим знанием истории. Сравните с поколением великих политических деятелей времен войны, послевоенной эпохи. До войны там, кстати, тоже была мелочь, которая довела до этой ситуации. Но где сегодня Черчилль, где Рузвельт, где Деголь, где Эсенхауэр, где, в конце концов, Аденауэр и люди подобные им по масштабу, по качеству гуманитарной подготовки? Их нет. Поэтому та турбулентность, которую вступил в мир, благодаря в том числе целому ряду ошибочных, неправильных решений, принятых на Западе, я связываю в том числе с этим. Просто с плохим качеством гуманитарного образования общественной элиты и лидеров. Поэтому, мне кажется, это очень важные вещи. И это вторая производная от фальсификации истории. Я тоже, если позволите, добавлю, что вот здесь фальсификация имеет место и другой процесс, не только недостаток гуманитарного знания, а вот такая дьявольская подмена понятий. Потому что очень часто правам человека, равенства и демократизма учат культуру или государственности, в которых суд линча был, можно сказать, позавчера. А в процессе государства образования подвергнуты геноциду десятки народов. Да, просто десятки народов. И не будем эти народы перечислять. И вот эти деятели сознательно совершенно уже в данном случае. Я согласен с этими двумя аспектами, о которых говорил Константин Ильич. Но есть еще одна вещь, когда люди все знают и сознательно передергивают факты. Потому что оказывается, что идущие первыми – последние. Это ужасная ситуация, просто неприемлемая. Она тоже возможна только тогда, в том случае, если собственное прошлое замалчивается целенаправленно, передергивается. Это великие конквистадоры, как с этим ударением Гумилев писал, открыватели «Новых земель» вовсе не авторы систематического геноцида. В Российской империи практически нет исчезнувших этносов. Хотя это тоже огромное государство, которое остановилось и набирало силу на протяжении столетий. Но нету не то, что десятков исчезнувших этносов и народов. А вообще их нет. Разные были отношения, разные сложности. Но это вообще недопустимая вещь. Да, и вот оказывается, что ровно все наоборот. Не просто никак, не просто непонятно, не просто непредсказуемо, а совершенно последовательно плюс становится минусом, черное становится белым. И самое страшное, что доказать, что черное и белое легче. О чем вы сейчас говорили, буквально самые актуальные новости, мы сейчас наблюдаем, что в Литве, Латвии сносят памятники, связанные с Великой Отечественной войной. Благодаря чем они существуют. Да, передергивание вообще фактов. На Украине памятники Ленину сносят, хотя он создал эту страну и так далее. Но возвращаясь к теме нашей сегодняшней передачи, мы знаем, что вы сегодня также провели другое мероприятие в Доме русской книги, презентовали исторические книги. Можете подробнее рассказать об этих книгах, о сегодняшнем мероприятии? Нам кажется важным, чтобы люди одной из знаний культуры, люди, которые читают по-русски, имели бы доступ к новинкам российского книжного рынка. И в первую очередь речь идет, конечно, об интеллектуальной литературе. И если говорить о нашей сфере ответственности, то это история, это литература. И несколько десятков вот этих книг мы сегодня Дома русской книги передали. Можно прийти туда, посмотреть их, полистать. И я об одном скажу. Это проект, одним из лидеров которого был и остается вот Дмитрий Петрович Бак. Это президентская историческая библиотека. И это попытка вернуть в такой, в оборот, в культурную жизнь произведения русских писателей на цельные исторические темы, которые в разное время были, может быть, популярны, может быть, о каких-то из них в наше время подзабыли. И вот этот десятитомник, который недавно вышел, мы его передали в Дом русской книги. Ну и в принципе, я думаю, что сейчас все-таки проще стало, чем какое-то время назад даже по интернету книгу заказать или съездить в Россию. Вот в Москве сейчас 1 сентября открывается Московская международная книжная ярмарка. И если мы смогли кому-то напомнить о том, что в России продолжают издаваться интересные книги, печатаются их, интересно прийти, почитать, то, может быть, мы свою задачу выполнили. Ну я здесь тоже два слова добавлю, потому что действительно много интересных книг было передано. Но я просто упомяну о трех книг, которые изданы нашим музеем, Государственным музеем истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Во-первых, это два огромных тома, посвященных Федору Михайловичу Достоевскому. И они целиком построены на тех материалах, которые находятся в фондах нашего музея, собранных женой, а потом вдовой Федора Михайловича. Это очень красочная книга, она научная по своему характеру, но очень хорошо написана. Это как бы биография Достоевского в наших материалах. Вторая книга — это голоса поэтов, участвовавших в Великой Отечественной войне, с диском, целиком построенная на фондах нашего музея богатейших. Это очень интересная вещь, и тема, которая действует безошибочно. «Писательский поселок Переделкино», в котором очень многие писатели жили, это вот то место, где создавалось очень многое. Я даже скажу, что вот я сейчас живу в доме, где написано было стихотворение «Жди меня, я вернусь в Симонова». Я об этом не забываю ни на минуту. И все время я вижу группу людей, которые подходят к воротам и видят эту мемориальную надпись. И третья книга — это карикатуры периода наполеоновских войн. Ну, то есть русофобия началась и поддерживалась ни сегодня, ни вчера. Там, в колеце нашего музея, четверть всех карикатур того времени. Так получилось, что мы получили эти фонды. И это карикатуры очень разные. Это тоже книга, которую можно читать систематически. Вот это и есть, на наш взгляд, такое историческое просвещение, которое связывает очень многие узелки, связывает прошлое и настоящее. Это очень важно. Вы так интересно представили, что у меня возник интерес буквально завтра пойти и ознакомиться с этими новинками. Спасибо за такой удар. И еще мне интересно, у российского исторического общества на ближайшее время есть ли какие-то планы, проекты, связанные с Арменией? Ну, вот мы сегодня их наметили. Будем двигаться к 200-летию Туркманчайского мира. И Ашаканская битва, соответственно, и освобождение Еревана от наземного владычества. Это великие события, которые, в общем, обусловили существование армянской государственности, суверенной. И поэтому 5 лет – это как раз такой нормальный срок, чтобы готовиться и на все 5 лет распределить мероприятия исследовательские, научные, просветительские, культурные. Я думаю, что сдадим оргкомитет, сделаем план работы и будем по нему двигаться. Ну, а если еще напомнить лишний раз известнейший факт, что самое непосредственное отношение к заключению Туркманчайского мирного договора имел великий русский литератор, писатель, драматург Александр Сергеевич Грибоедов. Тогда картина станет еще более полной, потому что вся судьба Грибоедова, собственно говоря, дипломата и художника, была посвящена этим проблемам. И это та точка, где сходятся и литература, и культура, и история, наука, наслаждение спектаклями. Мы сегодня, кстати, на конференции выслушали интереснейшие сообщения, просмотрели документальный фильм старый, о том, что первое представление «Гори от ума» было именно здесь. Это очень важно. В Ириванской крепости. Да, В Ириванской крепости. Это факт известный. Но вот в контексте всего, о чем шла речь в этот день, это очень важно лишний раз напомнить. Так что согласен с Константином Ильичем. Программа «Действия ясна». Уважаемые господа, спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok